здравствуйте друзья вы снова на канале нью-джерси тиви и это видео просто продолжается тот кто смотрел предыдущие видео вы видели я заехал на всякий случай подкачать колеса но оказывается все было нормально у меня здесь водительские двери написано что все четыре колеса должны быть по 30 но я их на всякий случай подкачал до 30 до 31 вовсе ну просто по той причине во первых что я же уже ехал значит колеса немножечко нагрелись а хотя чё я гоню наоборот они нагрелись то есть получается туда они немножко нагрелись то есть давление немножко больше должно быть обычно-то по-хорошему по идее мерить давление нужно на холодное но так как она уже немножко было не холодно минут 10 то я ехал поэтому в общем то я догнал на всякий случай до 31 и все нормально почему я говорю в таких цифрах ну потому что в америке как и все остальное считается же не в метрической системе этапе и сайт паунд пара сквёр пич то есть это количество давления в когда измеряются футах на квадратный дюйм вот такое вот так вот у нас здесь измеряется давление так 80 из прямо а в с направо так мне нужно 80 из так поэтому мы с вами едем дальше на право не поворачиваем что там у нас left lane close она это ремонт видимо какой-то так вот сейчас здесь будет поворот вот он 80 из я сейчас не включил никакой навигатор поскольку поскольку я эти места в принципе неплохо знаю я и спокойно без навигатора доеду домой собственно что тут особо включать его вот восьмидесятое все ушел на восьмидесятую по 80 я попаду в нью-джерси дальше там пойду на 287 24 78 там быстренько ну кто знает кто живет в наших местах то знает о чем я говорю попаду фактически на гарден стейт парк вы и с нее там уже мне до наших мест там уже вообще все известно ну короче никакая навигация мне сейчас вообще реально не нужно я не думаю что будет какая-то пробка в такое то время сейчас уже довольно позднее время уже почти 10 вечера все кто хотел приехать куда-то они уже все давно приехали я конечно могу нарваться на ремонт дороги но я не думаю даже с ремонтом дороги уже не должно быть ничего такого так разрешение скорости у нас здесь вот шестьдесят пять миль в час отлично начать я разгоняюсь где-то до семидесяти трех семидесяти четырех шум в машине конечно увеличивается тут ничего не сделаешь сейчас включу круиз-контроль и по пру вот так семьдесят ну все семьдесят четыре мили в час это нормально так не буду дальним светом светить потому что он я вижу там машины впереди если я свечу дальним светом это значит я им прямо по зеркалам бью а это конечно не хорошо знаки здесь предупреждающие что олени здесь живут и могут дорогу перебегать это конечно в темное время особенно суток это наверно самая большая здесь опасность за исключением после всяких клоунов которые бывают носятся здесь с более высокой скоростью с гораздо более высокой скоростью чем разрешено напомню мы сейчас с вами вы их выезжаем из пенсильвании это район поко нас мы здесь арендовали дом аренда дома кстати на три недели кому интересно двухспальный дом то есть если хотите трехкомнатный три помещения ну плюс конечно еще и кухня там все такое общем зал кухня два туалета две спальни аренды аренды такого дома обошлась нам в три тысячи долларов ну это нормальная цена в принципе то есть я не считаю что это дорого за в общем то вполне себе нормальный дом так что отдыхать так отдыхать а отдых вы знаете когда у когда у вас дети когда у вас дети маленькие то особо не поездишь потому что это очень мучительно лететь куда-то на самолете в ту же какую-то там Мексику, Багамы, Доминиканы вот сколько мы раньше может быть летали сейчас мы так сильно конечно на самолете много не летаем по той простой причине ну сложно с детьми летать поэтому с детьми снимаешь дом арендуешь дом где-то в лесу вот так вот возле озера с пляжиками детскими площадками и все и каждый день пляжик, песочек вода детские площадки какая-то игровая комната куда-то мы ездим бывает вот на поезде прокатились просто обычный поезд такой катающий туристов просто туда и обратно то есть он ниоткуда и никуда станция отправления та же что и станция прибытия ну тоже знаете детям понравилось тем более когда дети очень любят поезда и интересуются ими модельными поездами и настоящими поездами то детям вообще весело хорошо когда впереди никого нет хоть дальний свет можно включить дальше видно в общем где-то часа через полтора может чуть больше я уже надеюсь что буду дома батарейки камеры настолько не хватит вот у меня сейчас написано что у меня есть 25 минут я не знаю что я вам еще расскажу за эти 25 минут вот то о чем предупреждал знак на въезде что левая полоса закрыта ну на какой-то ремонт вот скорость кстати уже с 65 снизилась до 55 ограничение скорости ну соответственно вот я тоже снизил скорость немножко вот сейчас 61 62 62 где-то мили в час я еду как раз в пределах в пределах негласно разрешенного это плюс 9 10 миль в час лучше плюс 9 вот и нормально ну и нормально хотя я даже сейчас вообще даже вот я смотрю на спидометр до 55 снизил не хочу сбивать круиз-контроль как только выйду из этой зоны ремонтных работ так я просто нажму кнопку восстановить скорость и поеду себе опять 74 мили в час ну как вы знаете как я вам в принципе уже давно рассказывал вот плюс 9 ограничение скорости в милях плюс 9 миль это вполне приемлемо и полиция обычно никогда не останавливает меня кстати уже очень давно не останавливала полиция если вы помните я когда-то рассказывал вам о том что меня вот остановили за скорость причем я вот реально не специально просто вот как-то по невнимательности что-то как-то быстрее поехал причем передо мной ехала машина я как-то вот за ней просто ехал и не обратил внимания на скорость машину передо мной не остановили а остановили меня представляете вот так вот тоже бывает но с тех пор прошло уже более 3 лет и вы знаете даже то что я ходил в суд вот там переплачивал немножечко за то чтобы мне никаких там баллов в права не поставили в итоге оказалось страховка все равно немножко подорожала у меня не только немножко у меня была страховка 32 320 долларов за 6 месяцев вот на конкретно эту машину а в итоге она подорожала до 520 долларов за 6 месяцев представляете вот так вот то есть ну разделите на 6 там вы получите сколько это в месяц если вам проще в месяц а где-то в прошлом году прошло 3 года я спросил значит представителя страховки я говорю что так подорожало она говорит ну тебя же останавливали ну да здесь ремонт дороги походу реально нужен я говорю что так подорожало ну тебя же полиция останавливает даже то что ты баллов права не получил но запись об этом все равно есть вот она дошла до нас и поэтому мы подняли тебе цену страховки все логично они мне сказали подожди 3 года и страховка снизится я вы знаете слабо верил в то что страховка снизится в цене потому что чаще всего когда что-то растет в цене хрен она потом опускается но вы знаете на самом деле вот как я вам говорю вот в прошлом году когда вышел очередной счет за очередные полгода страховки у меня цена сначала у меня цена снизилась до 480 за 6 месяцев а вот сейчас уже когда последний раз я оплачивал мой 6 месячный период сейчас уже страховка у меня 320 долларов в месяц то есть представляете с 520 она снизилась в 320 на 320 то есть получается в месяц это меньше 60 долларов если бы было 360 это было бы ровно 60 долларов в месяц а на 320 это где-то там где-то сколько там ну сами посчитайте короче между 52 и 55 если в уме так быстренько прикинуть да действительно эта дорога требует ремонта но они еще временно сдвинули полосу по моему в сторону обочине да и какой-то асфальт временный положили вот поэтому тут какой-то немножко беспредел на дороге происходит так что страховка моя действительно снизилась как мне обещали представители страховой компании ну вот все ремонт по ходу закончился and road work вам написано значит можно восстанавливать прежнюю скорость вот поехали значит можно восстанавливать прежнюю скорость и продолжать топить мои 70 там сколько 73-74 мили в час точно не могу сказать скорость по той причине что здесь у меня в этой машине нету нет цифрового спидометра здесь только стрелка но обострелки вы сами понимаете только примерно можно определить так как конкретные точные цифры не указаны но это нормально главное что я не превышаю все там разумные пределы а вот опять скорость 55 ну какого хрена спрашивается опять буду снижать вот что происходит а ну что снижаю снижаю по тормозам не даю но просто отпустил круиз-контроль опять и снижаю потихоньку ну вот вот уже 55 стало ну вот нормально вот так буду ехать почему здесь 55 не знаю чисто из-за того что большая дорога вливается сюда если вы обратили внимание слева пришла полоса это полоса от 380 трассы которая идет от скрентона и заканчивается вот вливается сюда в 80 дорогу ну в оба направления фактически вливается дальнобой едет дальнобой кстати едет чуть меньше чем 55 миль в час ну это не страшно мы его просто объедем с вами поедем дальше такая вот такой у нас вот с вами ночной разговор так вот страховка действительно опустилась в цене это не может не радовать и и я не знаю опять же наверное потому что я давно живу в штатах потому что моим правам уже сколько если я живу здесь 17 лет я получил права через год после того как мы в штаты приехали значит моим правам 16 лет видимо это учитывается и учитывается то что у меня нет никаких баллов в правах и прошло уже более трех лет с тех пор как меня последний раз вообще останавливала полиция ну а как вы знаете в Америке в Соединенных Штатах и в Канаде в общем-то не останавливают просто так просто для проверки документов у нас нет каких-то вот постов ГАИ как я помню были у нас на всех выездах из города Ташкент но я могу судить только о той местности где я родился и вырос на всех абсолютно на всех трассах вылетных из города Ташкент стояли наверное сейчас я не знаю но в общем точно раньше стояли посты ГАИ и там знак стоп стоял каждый должен был еще остановиться и они смотрели и было такое что вот да просто так говорили о давай останавливайся мол палочкой вот этой вот своей полосатой махали мол останавливайся просто так вот посмотреть документы ну а иногда и придраться к чему-нибудь там же еще как в Америке такого же здесь же никто не проверяет наличие там аптечек огнетушителей а там еще и это бывает проверяли я помню вот у моих родителей я когда с родителями ездил я-то там не водил официально машину у меня прав не был я умел ездить я с 13 лет научился еще на запорожце ездить естественно на ручной механической коробке передач но официально то я не ездил где-то по улицам по городу так только внутри района с родителями там ездил ну и соответственно то есть я могу сказать ну то есть объективно я фактически не ездил на машине в бывшем советском союзе никогда официально и соответственно личного то опыта у меня нету общения там с гаишниками в общем то их даже не грех назвать именно ментами или даже вот мусорами как я недавно давно не слышал кстати это слово мусора я это услышал от одного узбека которого зовут может ну кто-то из вас его знает Фуркат Байбеков его зовут он там канал свой ведет тоже на ютубе грин карту выиграл чувак по-моему года два назад что ли приехал в Америку ну в общем он какую-то свою там тему линию гнет и вот мы с ним когда на встрече вот этой вот которую Андрей эмигрант организовал ну мы там с ним что-то болтали по поводу по разным вещам и вот он говорит мусора я так сначала я сначала тормознул чё мусора потом мусора начал смеяться потому что я реально давно уже не слышал этого термина мусора потому что все-таки полицейские в Америке ну их как-то язык не поворачивается назвать мусорами хотя я знаю много к ним претензий там есть у людей но не знаю лично у меня претензий не было меня раньше бывало останавливали останавливали за дело опять же за просто так не останавливали документы никогда просто так не проверяли то есть если остановили значит скорее всего ты получишь штраф то есть если они остановились значит скорее всего ты они тебя за что-то остановили все не просто так то есть без штрафа ты скорее всего без штрафа ты скорее всего не уйдешь ну либо иногда мне не давали штрафа просто давали как бы такое предупреждение типа делали просто устное предупреждение предупреждение. Такое тоже есть. То есть, когда давали предупреждение, то есть ты реально понимаешь, человек просто вот делает свою работу. То есть, не обязательно, что он тебе даст штраф, выпишет какой-то штраф, что тебе надо платить, а просто человек реально остановил тебя, чтобы просто провести воспитательную работу, так сказать, что мол, ай-яй-яй, не делай так, не надо так делать. О, вот этот что, в телефон что ли смотрел, а? СМС набирал что ли? Видели? Видели, что было? Он, наверное, втыкал в телефон. Ну да, точно сидит с телефоном за рулем. Вот дебил, а? Ну вот как так можно? Ребят, вот видите, что происходит, да? Смотрите. Уже давно во всех штатах, ну я не знаю насчет Пенсильвании, реально, я не узнавал, но во всяком случае, в штате Нью-Йорк и Нью-Джерси запрещено пользоваться телефоном за рулем во время езды. Но даже если в Пенсильвании нет такого запрета, хотя, ну я не знаю, может быть, вдруг его здесь нет, но вы посмотрите, что творится. Видите, человек отвлекся, втыкал там что-то себе в экран этот свой телефон и, видите, уже на обочину съехал. Хорошо, что на обочине вот здесь справа, да и слева тоже, есть вот эта вот трещотка, которая тебя сразу, от которой ты сразу просыпаешься. А если бы этой трещотки не было, я не знаю, он бы еще бы и на обочину бы улетел совсем там в траву, в овраг. Есть закон, нет этого закона, я не знаю, лично для меня это не имеет значения, потому что я просто не пользуюсь телефоном во время движения. Просто потому, что это действительно опасно. Даже если и нет такого закона. Идет оно все лесом, ну нафига это нужно, ну реально. Ребята, что вы думаете по этому поводу? Жду ваших комментариев. Вот скажите, оно стоит того, писать какое-то смс во время езды, когда тут у тебя скорость 70 миль в час, да, это вот примерно там 115 километров в час. Это стоит того, что неужели сообщение не ждет, как бы. Действительно ли надо вот отвечать вам на какое-то сообщение, вот на такой скорости, неужели нельзя остановиться на обочине, да написать, если это действительно так срочно. Зачем рисковать своей жизнью, своим здоровьем, здоровьем окружающих, а возможно и пассажиров в своей же машине еще к тому же. По-моему, кстати, в этой машине не один там водитель, там еще и люди тоже едут. Вот зачем этим заниматься? Объясните мне, господа, может я чего-то не понимаю? Зачем это дело? В общем, на такой вот ноте мы с вами прекращаем это видео, просто чтобы я потом не парился, не редактировал, а то сейчас файл оборвется, вы же помните, максимум 4 гигабайта в формате FAT32. А NTFS камера не поддерживает. В общем, ребята, всего вам хорошего. Это все еще Пенсильвания, я еще не переехал в штат Нью-Джерси. Я думаю, что следующее видео я запишу через какое-то время, когда буду переезжать из Пенсильвании в Нью-Джерси. Так что скоро увидимся. Для меня это будет, может быть, минут 20, не знаю, может быть, полчаса. Ну, а для вас это будет пару дней. Пока, до новых видео, до свидания.